Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Масса полезного и интересного о том, что касается выбора и приобретения поддержанных авто, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если интересуют машины в наличии, либо наши вакансии, все это по ссылочкам, они в описании. Добро пожаловать на очередную серию наших сравнительных обзоров. И сегодняшнее сравнение – это ответ на запрос от наших подписчиков в комментариях. В нашем сегодняшнем обзоре два минивэна для внутреннего японского рынка. Эти конкуренты были таковыми, будучи новыми, и остаются таковыми на вторичном рынке. Причем это вполне реальная дилемма при выборе автомобиля, в том числе и беспробегового. Встречайте, Honda Stream и Toyota Vish. Honda Stream в кузове RN появилась в 2006 году. Эта машина была снята с производства в 2014, а в 2009 подверглась обновлению в ходе рестайлинга, правда, в основном косметическому. Что касается гаммы агрегатов, под капотом Stream были только бензиновые моторы. Объем 1.8 – 140 лошадиных сил, либо 2.0 – 150 лошадей. Мотору 1.8 полагалась классическая пятиступенчатая КПП, которая могла опционально сочетаться с полным приводом. А версии с двигателем 2.0 были только переднеприводными, но при этом имели вариаторную трансмиссию. 20-й кузов Toyota Vish, второе поколение модели, появился позже, в 2009 году. Автомобиль выпускался по 2017 год, при этом его обновление пришлось на 2012. Что касается моторной гаммы, здесь тоже были только бензиновые агрегаты, и объем тот же, что и на Хонде 1.8, либо 2.0. Моторы 1.8 выдавали от 133 для полноприводных модификаций до 144 лошадиных сил. А двухлитровый двигатель имел мощность в 158 лошадей. На дорестайлинге и рестайлинге мощность моторов слегка отличается буквально на считанные лошадиные силы. Коробки передач у Vish были только вариаторными, а версия 2.0 была только с передним приводом. В нашем сегодняшнем обзоре будут участвовать Хонда Стрим 2010 года выпуска, 1.8 на автомате с передним приводом родной пробег 93 тысячи километров, и Toyota Vish. Это тоже 2010 год, мотор 1.8, 144 лошадиные силы, передний привод, вариатор и 211 тысяч пробега. По традиции обзор начнем с кузовов. Длина кузова у Хонды Стрим 4 метра 57 сантиметров, ширина 1.69, а высота 1.54. Колесная база этого минивэна 2.74. Радиус разворота у автомобиля 5.5 метров. Нормальная цифра. Автомобиль достаточно верткий. А снаряженная масса 1390 килограмм. Габаритные размеры Toyota Vish будут покрупнее. Длина кузова этого минивэна 4 метра 60 сантиметров. Ширина 1.72, а высота 1.59. Таким образом, Vish на 3 сантиметра длиннее и шире, и на 5 сантиметров выше конкурента из Хонды. Колесная база больше незначительно 2.75. Радиус разворота поменьше 5.2 метра. А снаряженная масса 1370 килограмм. То есть при больших габаритных размерах эта машина весит поменьше, чем Стрим. Незначительно, но все же. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то Хонда Стрим это типичный японский автомобиль для внутреннего рынка. Разброс показаний толщиномера для родной краски у этого автомобиля вряд ли превысит 105 микрон. А чаще всего будет колебаться в диапазоне от 70 до 95-100. Что касается слоя заводской краски для Toyota V, что в данном случае он будет побольше, чем у конкурента из Хонды. Разброс показаний толщиномера здесь это 90-95-120 микрон. В некоторых местах до 130. Так что толщина ЛКП у Toyota будет побольше. А теперь немного общей информации касаемо начинки подкапотного пространства одной и второй модели. Самое интересное, что сходство здесь не только в рабочих объемах двигателей 1.8 и 2.0, что на одной, что на второй машине, но также и в том, что двигатели под капотом Хонды Стрим и под капотом Тойоты Виш относятся к одному семейству. Так, у Хонды Стрим под капотом стояли моторы либо R18А, либо R20А. По сути, отличающиеся между собой рабочим объемом. А под капотом Тойоты Виш стояло семейство ЗТР. Два ЗТР-ФАЕ для мотора 1.8 и три ЗТР-ФАЕ для двигателей 2.0. Надо сказать, что и динамические характеристики у этих автомобилей очень похожи. И тот, и тот проделывают спринт с нуля до 100 км в час примерно за 10-11 секунд. Если говорить про версии с младшим мотором. По конструктиву двигатель R18 под капотом нашего Стрима и два ЗТР-ФАЕ под капотом Виша похожи. Это рядные четверки и там и там алюминиевый блок цилиндров. И там и там цепной привод газораспределительного механизма. Но у Хонды один распредвал, а у Тойоты Виш два. Также у Хонды Стрим возникает периодически необходимость отрегулировать зазоры клапанов, поскольку гидрокомпенсаторов в этих двигателях нет. А у Тойоты есть. Соответственно, заниматься регулировкой на этих машинах вам не придется. В плане доступности для выполнения простых операций по обслуживанию, таких как, например, замена свечей и тот, и тот мотор, в целом весьма неплох. Особенно по сравнению с некоторыми современными образцами. А вот с точки зрения того, что касается надежности, давайте обратимся к стоимости контрактных агрегатов. Двигатель под капот Хонды Стрим можно купить буквально за 45-50 тысяч рублей. Причем до сих пор, уже после поднятия цен. А вот двигатель на Тойоту Виш стоит гораздо дороже. Разброс цен на такие агрегаты от 100 до 180 тысяч. И причина здесь одна. У Тойоты Виш присутствует система изменения высоты подъема клапана в Альвматик, которая и является, по сути дела, основной ахиллесовой пятой таких моторов, и на состояние которой при покупке бушного экземпляра нужно обращать особенное внимание, соответственно, выполнять более тщательную диагностику. Мотор у Хонды Стрим, с этой точки зрения, конструктивно проще и подобных больных мест не имеет. Если говорить про ресурс силового агрегата, в принципе, и тот, и тот двигатель выходят более 300 тысяч километров пробега. Но ЗТР-серия может быть более капризной с точки зрения обслуживания. А вот в том, что касается коробок передач, причем как автоматов на Хонде Стрим, так и вариаторов на Тойоте Виш здесь нареканий по ним нет. При условии, что вы будете менять масло в этих трансмиссиях для автомата раз в 60, а для вариаторной коробки раз в 40-45 тысяч километров пробега, обе выходят более 250 тысяч. Ну а теперь перейдем к сравнению внутреннего пространства этих двух автомобилей. Начнем с багажника Хонды Стрим. Доступ, куда нам открывает массивная пятая дверь. Хонда Стрим может быть как в варианте на 7 посадочных мест, так и в варианте на 5. В наш вариант 5-местный, поэтому и Тойоту Виш мы будем замерять со сложенным третьим рядом. Так сказать, уравняем шансы. Максимальная ширина проема багажника Хонды Стрим это 107 сантиметров в его средней части. Высота от фальшпола до крыши 75. Длина багажника по полу 103 сантиметра. При этом задние сидения отодвинуты максимально назад. А ширина багажника по полу в его узкой части 98 сантиметров. Сидения у Хонды Стрим складываются в ровный пол. Практически в ровный пол. При этом подушка остается на месте. Но при таком варианте у вас остается проход между передними креслами, куда вы можете положить длинный груз. При сложенном втором ряду длина по полу возрастает до 186 сантиметров. Плюс возможность регулировки переднего сидения, в зависимости от роста водителя или наличия переднего пассажира. Ну а расстояние от самой приборной панели до крышки багажника 267 сантиметров. Что касается дополнительных удобств и интересностей по багажнику этого автомобиля, то в данном случае мы видим на боковых панелях подстаканники, которые остались от семиместного исполнения. Также здесь есть отсеки, куда можно сложить мелочевку. И в данном случае тут располагается ремнобор для ремонта колеса при проколе. Но у автомобиля нет запаски. И в том месте, где на вариантах с третьим рядом располагаются сидения, у нас дополнительный отсек, куда можно попрятать всякую мелочевку типа буксировочных тросов, проводов для прикуривания и знака аварийной остановки. А теперь посмотрим, как обстоят дела с размерами багажного отделения у Toyota Vish. Визуально проем этого автомобиля кажется шире, чем у Honda Stream. Видимо, сказывается большая ширина кузова. И он действительно шире, но ненамного. 108 сантиметров по средней части. Зато высота здесь больше и сильно. 80 сантиметров. Ширина багажника по его самому узкому месту 105 сантиметров. А вот расстояние до спинки сидений второго ряда, максимально сдвинутых назад, такое же. 103. Сидения второго ряда у Toyota Vish складываются иначе. Похоже на то, как это происходит в Nissan X-Trail. Сначала вы отпускаете стопор самой подушки, а затем уже к ней роняете спинку. При этом вы получаете ровный пол без всяких если. Но вот отрегулировать длину этой площадки, сдвинув переднее сидение, у вас уже не получится. Поскольку ограничителем будет выступать сама прокинутая вперед подушка. Так же, как и на Toyota Corolla Fielder в кузове 140. А длина по полу в данном случае 182 сантиметра. Максимально длинный груз, который можно увезти здесь, протолкнув между передних кресел и уперев в переднюю панель, 272 сантиметра. Что касается дополнительных удобств багажники Toyota Vish, то это все те же подстаканники сбоку. Правда, здесь они оправданы, поскольку этот автомобиль в варианте с третьим рядом сидений. У него под фальшполом также есть дополнительная ниша, куда можно складывать мелочевку. А штатный инструмент располагается за боковой панелью слева. Что касается запасного колеса, эти автомобили могут оснащаться им опционально. И если оно в наличии, оно располагается под полом, снизу, как на внедорожниках. Ну а теперь про салон, посадка и обзорность. Первое, на что обращаешь внимание в Хонде, это очень ярко выраженный профиль сидений. Здесь есть крепкая боковая поддержка на спинке сидения и присутствует таковая на подушке. При моем росте 1,86 м, мне за рулем этого минивэна быстро удалось подобрать удобную посадку. Рулевая колонка здесь имеет регулировки по наклону и вылету, причем в нормальном большом диапазоне. Если отодвинуть до упора назад переднее сидение, то левую ногу здесь, конечно, не выпрямишь в колене. Но плюс-минус для людей до 1,90 м ростом здесь должно хватать запаса регулировок. Опорой под локти будет служить откидной подлокотник, который закреплен на водительском сидении, но при этом также может использоваться и передним пассажиром. Он мягкий, а это удобно. А вот на дверной карте у вас под локтем окажется кусок жесткой пластмассы. Кстати, о пластике. Большая часть его в этом автомобиле будет такая же жесткая, кроме отдельных фрагментов передней панели. Комбинация приборов у Honda Stream это два колодца. Приборы физические, внутрь спидометра и тахометра вписаны, указатель температуры двигателя и уровень топлива, электронный одометр и шкала режимов автоматической коробки передач. Никаких дополнительных дисплеев, бортовых компьютеров и так далее в этих автомобилях еще не было. При этом подсветка не раздражает глаза. Здесь белые шкалы и красные стрелки. Все это отлично читается, но при некоторых положениях рулевого колеса перекрывается верхней частью обода. Подрулевые переключатели непривычно короткие с виду, но при этом находятся они ровно там, где нужны, к ним не приходится тянуться, да и переключаются они, кстати, очень тихо, практически без щелчков. По части наличия здесь разного рода клавиш машина далеко не вызывает ассоциации с кабиной самолета. Стандартный блок стеклоподъемников с клавишами каплевидной формы справа. Здесь же складывание и регулировка боковых зеркал. Справа от рулевого колеса в нашей комплектации блок из четырех заглушек, но вообще тут могут располагаться дополнительные клавиши. Зато есть управление мультимедийной системой на руле, причем это касается как громкости переключения треков, так и управление телефоном, который цепляется сюда по блютуз. Так как в данном случае у нас установлена штатная японская магнитола с навигацией и жестким диском. На нее же можно вывести и картинку с камеры заднего вида. Блок управления климат-контролем крайне лаконичен, но при этом удобен в использовании климата автоматически, рассчитанный на одну зону. Все клавиши здесь разнесены отдельно друг от друга и тактильно различимы, то есть вы можете корректировать температуру или обороты вентилятора, не отвлекаясь от вождения. Селектор коробки передач, классический, с кнопкой блокировки прямой прорезью, имеет кнопку овердрайва, которая выключает из работы верхние передачи, ограничивая КПП работой до третьей скорости включительно. Что касается бардачков, ниш, подстаканников и прочих мест для хранения, центрального бокса как такового здесь нет, вернее есть, но он открытый. Довольно объемный короб, куда можно что-то складывать. Два подстаканника в передней части и напоминающий пепельницу, но не являющийся ей, поскольку полностью сделан из пластика отсек, выдвигающийся от центральной консоли. Также основной бардачок Honda Stream не поражает воображение объемом. Бумаги формата А4 сюда не войдут, разве что сложенные вдвое. А внизу дверных карт есть плоские кармашки, куда вы вряд ли поставите бутылку с напитком, ввиду их малой ширины. А вот в том, что касается обзорности, к этому автомобилю претензий практически нет. Здесь относительно неширокие передние стойки, плюс наличие форточек в передних дверях. Передняя панель низкая, ее линия ниже, чем само лобовое стекло. Визуально это воспринимается как очень большое свободное пространство. Запас над головой присутствует, боковая линия остекления низкая, а вот боковые зеркала в данном случае маленькие. Как было принято делать в 2006 году, и никаких дополнительных зон с преломлением здесь нет. Поэтому, если вы ездите по городу, к этим зеркалам придется попривыкнуть. Ну а с маневрированием задним ходом здорово вручает камера. Давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Задний ряд Honda Stream ощутимо выше, чем передние сидения. Подушка здесь плоская, тоннеля на полу нет вовсе, пол абсолютно ровный. Поэтому размещению третьего пассажира мешать не будет ничего. Запас пространства над головой при вертикальном положении спинки сидения при росте метра 86, как оказалось, вполне достаточен. Сидение регулируется по наклону, правда, в довольно ограниченном диапазоне. И вот это самое максимальное отклоненное назад положение. Для задних пассажиров здесь присутствует подлокотник. В нем же два подстаканника. И есть небольшие кармашки внизу дверных карт. Правда, это больше похоже на полочку. Такую же, как и в самом подлокотнике. Что-то более или менее крупное, даже мобильный телефон, вы сюда уже не положите. Подлокотник такой же жесткий, как и на передних дверных картах. Задний ряд этого минивэна имеет продольную регулировку. Еще дальше мы не отодвинемся, зато можем потесниться, если надо перевести что-то габаритное. Что касается впечатлений от интерьера Toyota Vish. Так же, как и в Honda Stream, здесь жесткий пластик. Но здесь он абсолютно повсюду. Все-таки данный автомобиль у себя на родине не относился к разряду премиальных. Что касается удобства посадки. При росте 1,86 м за рулем этого минивэна мне тоже удалось подобрать удобное положение. Присутствует здесь и регулировка сидения по высоте, и довольно большой диапазон ее регулировки по длине. Причем, субъективно, сидение можно отодвинуть чуть дальше назад, чем в Honda Stream. Правда, нога все равно в колене полностью не выпрямится. Есть регулировка рулевой колонки по наклону и вылету. Регулировка подпружинена. Это удобно. При отпускании стопора колонка уезжает вверх, а не падает вам в руки. Опора под локти присутствует в виде двух отдельных подлокотников, как на Lexus RX. А подлокотник на дверной карте хоть и отделан тканью, но по-прежнему жестковат. Комбинация приборов у Toyota Wish тоже полностью аналоговая. И здесь тоже нет никаких цветных дисплеев бортовика. Только небольшое окошечко с цифровым одометром. При этом указателя температуры здесь вы уже не обнаружите. Только лампу, сигнализирующую либо о том, что двигатель еще холодный, либо о перегреве. К читаемости приборов в целом вопросов нет. Но выглядит она более пестро за счет наличствующей здесь синей части разметки. В плане информативности и читабельности без вопросов. Подрулевые переключатели абсолютно стандартные. Такие вы обнаружите в любой Toyota от Corolla до Land Cruiser. Расположены там, где нужны. Тянуться к ним не приходится и переключаются они приятно. Блок стеклоподъемников на дверной карте абсолютно стандартный. Обычные квадратные привычного размера клавиши. Плюс авторежим всех четырех стекол, как на немцах. Регулировку зеркал в данном случае вынесли на переднюю панель слева от руля. Здесь же и клавиша включения-выключения системы стабилизации. Подрулевые лепестки позволяют переключать виртуальные передачи в ручном режиме вариатора. Сам селектор которого выполнен в виде змейки. То есть никакого курка блокировки здесь нет. Только кнопка, позволяющая отпустить стопор для переключения селектора при выключенном двигателе или зажигании. Блок управления климатом в данном случае это много клавиш, собранных в одном месте. Регулировка температуры осуществляется удобной поворотной рукояткой. Ну а вот режимы и скорости вентилятора переключаются кнопочками. И поскольку все это в одном месте, нужна некоторая привычка, чтобы научиться пользоваться ими, не отвлекаясь от дороги. Также на передней панели у нас кнопки режимов работы трансмиссии автомобиля. Спортивный либо режим экономичный. По клавишам это все, а вот по части бардачков и подстаканников можно сказать следующее. Если у Honda Stream посредине был бокс, хоть и без крышки, то у данного автомобиля можно назвать это лишь неглубокой полочкой. Откуда при движении не вылетит смартфон, но не более того. Впереди два подстаканника, есть маленький кармашек, открывающийся с передней панели. Куда можно, например, скидывать фантики от конфет. И подстаканник. Правда, один-единственный. Так что водителю-переднему пассажиру придется еще поспорить за право им воспользоваться. Основной бардачок здесь побольше, чем в Honda Stream, но документы формата А4 сюда также не входят. Кроме как сложенные вдвое. Есть над бардачком небольшая узкая полочка. А внизу дверных карт присутствуют карманы, передняя часть которых уже отформована под бутылку объемом 0,5 литра. Сама передняя панель здесь тоже ниже, чем лобовое стекло, но это общее впечатление слегка ломает возвышающуюся центральную часть консоли и высокий козырек. Капот, как и в Honda Stream, полностью не видим. А вот с обзорностью по сторонам вопросов нет. Также присутствуют форточки, та же низкая линия бокового остекления, а боковые зеркала, кстати, несмотря на скругленную форму, такое впечатление, что отражают побольше реальности, чем на Honda. Пользоваться ими будет удобнее. Плюс боковая часть имеет зону с преломлением, так что на этом автомобиле будет попроще с перестроениями, благодаря отсутствию мертвых зон. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. В отличие от Honda Stream, у минивэна Виш ощутимо длиннее сами задние двери. Заднее сидение находится также повыше, чем переднее, и оно также плоское. Тоннель на полу отсутствует, размещению третьего пассажира здесь не мешает ничего. Но по ощущениям в плане простора, в Више места сзади будет побольше. При моем росте 1,86 м колени не достают до спинки переднего сидения, остается приличный зазор. Так же, как и пространство над головой. Его здесь тоже хватает. Отдельного центрального подлокотника, открывающегося из центральной части сидения, здесь нет, но можно сложить всю секцию. Правда, никаких подстаканников тут уже не будет. Спинка сидения имеет регулировку по наклону, и это практически самое отлогое положение. Более спальную позицию, чем вот эта, вы здесь уже не займете. Зато Виш предлагает задним пассажирам один-единственный крючок для пакетов на спинке сидения водителя. Здесь есть куда поставить стакан, либо бутылку. В дверной карте есть соответствующая выштамповка внизу. И заднее сидение также имеет продольную регулировку на случай, если вам надо пожертвовать своим комфортом в пользу места в багажнике. А теперь к дорожному просвету по каталогу. Это значение для Honda Stream 150 мм. Но вооружимся рулеткой и проверим, так ли это на самом деле. Самая низкая точка в данном случае будет находиться под передним подрамником. И расстояние от земли до нее порядка 15,5 см. Передний бампер повыше, порядка 17 см от асфальта. Расстояние до порога за передним колесом 17 см. В задней части 19 см. А задний бампер находится на расстоянии 24 см от поверхности земли. Ну а теперь про ходовую часть Honda Stream. Передняя подвеска этого минивена выполнена по классической схеме. Макферсон здесь. Шаровые опоры, которые должны по задумке конструкторов меняться вместе с рычагами. Рулевая рейка у Honda Stream уже в 2006 году была электрическая. Соответственно никаких вопросов по протечкам магистрали здесь быть не может по определению. Стабилизатор поперечной устойчивости здесь смонтирован на подрамнике перед рулевой рейкой. Но к его креплениям плюс-минус можно подобраться для замены втулок. Что касается антикоррозийной обработки, то у этого минивена, при том, что машина собрана в Японии и для Японии, присутствуют следовые количества антикора, который нанесен в район порогов и на днище кузова. Правда, не везде. Однако, несмотря на 14 лет возраста, этот автомобиль не демонстрирует признаков наличия какой-то серьезной коррозии. По всей видимости, машина пришла из южного региона Японии. Топливный бак у этого минивена расположен не в базе, как у фитов и фитшаттлов, сделанных на их основе. Здесь бак у нас располагается ближе к корме. Он имеет объем 55 литров и сделан из пластика, так что гнить не будет. А вот заливная горловина большей частью металлическая, поэтому на возрастных автомобилях не лишне будет обратить внимание на то, чтобы она не имела на себе следов коррозии, особенно сквозной. Что касается задней подвески, здесь не самая изощренная схема. Тем не менее, мы видим по два маленьких рычага с каждой стороны и основной большой. Чем-то напоминает Honda CR-V. При этом задние амортизаторы и пружины здесь выполнены в форме единой стойки. Ну а что касается тормозной системы, в данном исполнении у Honda Stream задние тормоза барабанные. Ну а теперь посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом, каталожное значение которого для этого автомобиля те же 150 мм, как и у Honda Stream. И самой низкой точкой в передней части здесь будет задний край бампера. Это 16 см от асфальта. До защиты моторного отсека здесь 17 см. Пластиковая накладка порога 18 см от асфальта. В задней части 19 см, а до брызговика 14 см. Задний бампер отстоит от поверхности земли на 22 см. Вполне приличный легковой клиренс, даже с учетом длинной колесной базы. Что касается передней подвески Toyota Vish, здесь такой же MacPherson, как и на Stream. Единственная разница в том, что шаровые опоры у Toyota крепятся на болтах. И, соответственно, заменить шаровую можно даже на оригинальную деталь, при этом не трогая сам рычаг. Доступ к стабилизатору поперечной устойчивости, к его креплению здесь будет попроще. Расположен он на подрамнике, практически на краю. Рулевая рейка у Toyota Vish тоже электрическая, как и у конкурента. А вот в том, что касается антикоррозийной обработки с завода, здесь все посложнее. У этого автомобиля в основном мы наблюдаем только шовный герметик по швам соединениям на кузове. В задней части автомобиля расположен топливный бак. Объем его 60 литров на 5 больше, чем у конкурента. Но бак здесь стальной. Соответственно, осматривайте его на предмет отсутствия коррозии. Задняя подвеска у большинства Vish, исключая отдельные комплектации и полноприводные машины, будет представлять собой обычную балку. Здесь выходить из строя просто нечему. На данном автомобиле пробег 219 тысяч километров, и при этом есть надрывы на сайленблоках балки, но они пока работают. Задние амортизаторы и пружины здесь выполнены также в форм-факторе стойки, как и на стриме. А вот задние тормоза у Vish даже в такой версии уже дисковые. Запасное колесо, как мы уже упоминали в начале, располагается под днищем автомобиля. И это обычная докатка. Вот такой сравнительный обзор у нас сегодня получился. Надеемся, мы дали вам достаточной информации, чтобы сделать свои выводы и определиться с предпочтениями. Если у вас был какой-то из этих автомобилей, на котором вы проехали, достаточно и вам есть в чем нас поправить и в чем дополнить, пропишите все это в комментариях, чтобы люди, которые ищут себе какой-то из таких вариантов, могли окончательно определиться с выбором. Если обзор оказался полезен, понравился, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Также не забывайте подкидывать идеи, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах на будущее. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и удачного вам дня. Пока!